Ну что ж, выехав с Сулакского каньона, мы отправились в наш санаторий Парус, который был у нас забронирован. И нам надо было туда попасть как можно быстрее. Путь был не близкий. 80 километров надо было проехать до Махачкалы от Сулакского каньона и от Махачкалы до поселка Манас, где расположен наш санаторий, еще 35 километров. Мы думали, сейчас быстро вселимся и продолжим наше путешествие по Дагестану, но что-то пошло не так. Ну что ж, приехав в санаторий Парус, я сразу расстроился, так как наши ожидания были обманчивые. Обратите внимание, вот это санаторий Парус, вот тут якобы есть проход к морю, но на самом деле здесь прохода нет. Вот я вам включил панораму, поворачиваю и смотрите. Проход к морю закрыт забором и пройти туда никак нельзя. Надо делать крюк примерно в 2 километра, чтобы пройти к морю. Сейчас я вот дальше продвинусь и вам покажу. Это вы можете также посмотреть на гугл-картах, открыть и увидеть, что прохода от санатория Паруса к морю нет. Надо ехать в сторону выхода, как мы заезжали, и только там будет проход, а это 2 километра назад. Оставив внизу машину на парковке, мы пошли в регистратуру, для того, чтобы получить номера и вселяться в наш номер. Но как оказалось, номера мужчины и женщины раздельные, и они трехместные. То бишь, я должен жить с тремя мужиками, а моя жена должна жить с тремя различными женщинами. Нас это категорически не устроило, а совместный номер нам предложили минимум за 8 тысяч рублей. Мы собрали свои вещи, развернулись, забрали деньги и уехали оттуда. Жена была очень расстроена, так как она подумала, что мы сейчас просто едем домой. Но я остановился, посмотрел, что можно сделать и решил отдыхать дикарями. Поэтому я открыл карту и посмотрел, откуда лучше всего начинать всегда наши путешествия. И это был город Избербаш, куда мы и отправились, чтобы снять квартиру. Открыв Авито, мы нашли объявление о сдаче комнаты 1100 рублей в сутки, и мы отправились туда. Как оказалось, мы сняли комнату вот в этом вот четырехэтажном коттедже, который находится прямо на берегу Каспийского моря. Здесь порядка 40 различных комнат, на любой вкус. Наш был номер самый дешевый, вот так вот он выглядит. В несезон он стоит дешево довольно, в сезон гораздо дороже. Здесь имеется три кровати, холодильник. Это я вот возле входа стою. На холодильнике стоит телевизор, сплит-система и электрический чайник. Также со входом имеется столик, где можно посидеть и позавтракать. Кухня находится внизу, на первом этаже, где можно все приготовить. Также находится стиральная машинка, где за 100 рублей он постирает вещи. Имеется вот такой вот унитаз с душем. Ну а вот вид из окна, вот оно в море прям, и пляж сразу здесь находится. Ну а сейчас давайте отправимся на пляж, и я вам покажу, как здесь замечательно. Вот вы спускаетесь здесь по лестнице и проходите. Вот еще одна лесенка, и сразу море. Расстояние буквально 70-80 метров. А вот еще одно позначение этого дома. Здесь, смотрите, прямо напротив него находится вот такой вот дом с орлом. Как нам сказали, что это ресторан «Орел». Ну а вот оно, Каспийское море, песочек кругом. А сейчас давайте пролетимся над пляжем, и посмотрим вид сверху этого пляжа. В чем плюс? Мне здесь очень сильно нравится, в отличие от Черного моря, здесь песчаный пляж. И довольно долго приходится идти, чтобы дойти до глубины. Вроде сначала глубоко, а потом идет к мере. Я не выдержал жары, и решил немножко искупаться. Так как в этот день было очень-приочень жарко. Искупавшись, я решил еще раз пролететься над нашим пляжем, где мы остановились. Все-таки какая же тут красота и чистота. Рядом с пляжем находятся камни, где сидят рыбаки. Вот стоят рыбаки, а вот что ловят. Вобла, подлищик небольшой. Ну и вот такие вот бычки попадаются здесь. Крупнее был. Вот они. Ну а вот эти камни, где сидят рыбаки. Так как я люблю рыбалку, я не выдержал и тоже решил порыбачить. Ну а вот, кстати, и я стою, рыбачу. Я взял у одного из рыбаков удочку, взял наживку, закинул. И даже сам не ожидая для себя, поймал два новых вида, которые до этого я никогда не ловил. Первым видом был бычок, который у нас в Астрахани не водится. Второй вид рыбы, который я поймал, это была Каспийская тюлька. Вот какой бычок попался. Больше, чем телефон мой. Взял удочку у местного, закинул. Судя по всему, это бычок Гнут или Мортовик. Довольно хороший, крупный бычок. Ну что ж, ну а на сегодня мы заканчиваем свой рассказ. Наш день подходит к концу. А завтра нас ждут новые приключения по Дагестану. Надеюсь, вам было интересно. Ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока.